Восвятая служба информации Толерадо и компании Гомель. Устуды Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Удельная вага объекта у коммунальной формы уластности, якея не выкористовываются, на Гомельщине з'является самая низкая сирода властей Беларуси. Такая информация была огучена подчас сегодняшней сессии областного совета депутатов, на якой разгляджено питание эффективного выкористания державной майомости. Увогулі за опошние пять годов у приватную майомость реализовано больше, как полторы тысячи объектов, на яких створено коля одной тысячи працонных мест. Огульный объем инвестиций при этом досягнул 80 миллиардов рублей. Олег Сенцеров об будущем будинкам, яке пакуль не приносить корысти. Сирот лотов, яке выставлены на ближайший аукцион, комплекс будинку булога будавничьего лицея у Гомелі. Усе разом гэты побудовы оценены у 16 базовых величин. Сегодня гэта меньше, как 3 миллионы рублёв. Плануется, што в гэтых будинках будуть размещены объекты адвокацийнга, финансовга, ті навыкового профилю, а так само администраційные установы. Увогулі в гэтым годзе в господарший оборот на Гомельщине необходимо утягнуть 320 объектов коммунальной майомости. 140 зіх уже знайшли новых хладальніков, остатні чекають свого часу. У фонде Гомель абалмайомысь кажуть, што зараз за реальну ціну на аукционы практично нічого не выставляється. Переважная большість объектів реалізуються за одну базовую величиню, ті за 20% першопочаткового кошту, чому єсть абіктивная причина. «Надо признать, що наші об'єкті не завжди в хорошому застоянию і требують доповнительних средств. Конечно, сьогодні, получаючи от государства імущество за мінімальну цену, необхідно ще вложити средства, але сьогодні чоловік, коли приходить, він вже має як мінімум 4 стіны і крышу. Тобі це не більші дінькі, а потім вкладування своїх средств і буде в хороший об'єкт». Об'єкты, які знаходяться у найбільш непривабному вигляді, а то і у вуглі уявляючі небезпеку, на Гомич не зносить за пошні 5 годів, наприклад. Таким чином пахавалі маль 1400 будынку. І аще одна тенденція – уладальники об'єктів, які долгий час лічили їх непотребными, пераглядзіли свої адносі на домайомісті і тепер знов утягують її у господарший оборот. Правда, заробіць гэта можна не завсёды. У свій час на території Гометської обласі знаходілися шмат військових частей, які покинули регіон після розпаду СОС, показальний приклад – Жобінський район. Це достатньо багато кількість об'єктов. Тільки післяйний військовий міг, 2G, кutenй розположений в міні Жобін, було передано в районну коммунальну собственность 29 об'єктов. Общій площоді – 30 тисяч квадратних метров. Это достаточно немалая площадь, и хочу сказать, что из них на сегодняшний день уже 25 объектов вовлечено. Четыре из них выставлены на продажу, а 25 уже вовлечено в хозяйственные обороты. Если в 2010 году на Гомичине не выкорствовалось около 5% коммунальной майомости, то сейчас 1,7%. Это самый низкий показчик сирот областей Беларуси. До речи за дальнейшим эффективным выкорствованием реализованных объектов ведется постоянный мониторинг. Сейчас, например, началась подректовка до скасования 26 договоров. Олег Сенчаров, Валерий Габанько, телерадокомпания «Гомель». На многих предприемствах Гомельской области сегодня ведется модернизация обсталявания, что позволит поширить выпуск высокотехнологичной конкурентоздольной продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках. Укоронение новых наивукоемистых технологий будет саденничать и притягнению инвестиций в промысловость Беларуси. На одном из предприемств, у которого развивается угытым накерунку, побывали наши корреспонденты. Верус не бегущего года исполнится 145 год со дня заснования Добружской паперовой фабрики. Сейчас на предприемстве ведется модернизация вытворчества. На завершальной стадии – техничное пересношение за организацию вытворчества милованного и немилованного вида у кордона. Реализацией проекта занимается Китайская корпорация за кошт кредитной линии Банка развития Китая. Кошт проекта складает 347 миллионов долларов. Основное направление сегодня по сырью – это переработка древесины, 80% осина и 20% береза, в результате которого мы получим средние и нижние слоя картона. И верхний слой – это целуложное. Новые виды кордона будут применяться у полиграфичной и харшовой промысловости, у медицины. На былой постсоветской просторы на сегодняшний день яны не вырабляются. Плануется, что 45% от объема вытворчасти, а это 200 тысяч тонн в год, будет реализовываться в Беларуси. Остатнее поставляться на экспорт. Зараз до приемки обсталявания готовый цех по вырабу кордона. Это современная машина с системой автоматизации и управления качеством. Минимальное человеческое вмешательство и человеческие ресурсы. В ближайший час монтаж обсталявания начнется и в цеху белиной термомеханичной массы, а так само древоподрихтовщим цеху. Запланованный термин завершения работ – снежень 2015 года. Светлана Князева, Сергей Лукашук, Телерадо, компания «Гомель» с Добрушцкого района. Сегодня у «Гомеля» провели областный семинар, на яким разледили пытание выхования детей-инвалидов, які застались без батьков в приемных семьях. В уголях эта работа ведется уже некольких годов, а ли зараз есть необходимость активизовать этот процесс. Семейное выхование детей-инвалидов, які застались без биологичных батьков, ведется в контексте уладкования у семьи, у сих неполнолетних выхованцев детячих домов. Летость на Гомельщине провели отповедную масштабную рекламную кампанию, что дозволило активизовать процесс. У приватности в ближайший час плануется закрыть еще одну установу – Речицкую школу-интернат для детей-сирот. Первоважная большинство его выхованцев будут жить в семьях. В уголе зараз у таких семьях проживаются уже 85% детей-сирот и детей, які застались без опеки батьков. У тымлику около 400 неполнолетних за сабливостями психофизичного развития. Подчас работы семинара меркаваны питания организации больше тесного взаимодействия органов адукации, аховы здоровья и социальных служб. У приватности размова идет об оказании семьям, які выховывают детей-инвалидов специализованной допомоги. За этот год проанализировали наши результаты работы. 81 ребенок с особыми потребностями был устроен на воспитание в семью. Кроме того, 26 детей раннего возраста, которые также имели различные проблемы со здоровьем, отклонения в развитии, были усыновлены. Мы рады этому результату работы и будем продолжать это направление с тем, чтобы меньше становилось детей в специальных интернатных учреждениях. Протягиваем выпуск. У Гомельским Державным Медицинским Колледже отбылась урочистая церемония уручения дипломов об закончении установы. Все лета их отримали больше, как 150 выпускников. Гэта молодые и перспективные специалисты среднего медицинского звена, які зауседы запотрабованы у разных установах аховы здоровья нашей в области и краины. Вероника Ворошилина, Протягне. История Гомельского Державного Медицинского Колледжа почалась у вересня 1932-го. Своих первых наученцев он тогда принимал в Гомельский Медицинский Политехникум. С 2005-го установа отримала назву и статус колледжа и разом с тем новые этапы в своем развитии. У целом, за большим 80-годовую историю и снования тут изменилась не только назва, а и умовы научания. Однако неизменный заставался мета закладывать у будущих медицинских работников им мнение до высокого профессионализма и милосырности. Что госзродный альмаматор, выпускники развитываются засобливыми эмоциями. С чувствами, конечно же, грусти. Но грусти такой светлой, потому что я рада тому, что здесь нашла большой круг интересных людей, которые мне много чего открыли, открыли медицину. Для меня это учреждение значит очень многое. Это как стало, как родной дом. Обязательно будем приходить сюда. Здесь теплые воспоминания, все преподаватели, как родные. По часу расчистой церемонии уручения диплома об закончении колледжа, сёлятых отримали больше 150 выпускников. Это молодые перспективные специалисты середнего медицинского звена по специальностях лечебная, сястринская, зуболечебная и медико-профилактическая справа. За весь час иснования установы, профессийные веды, умения и навыки тут отримали свыше 21 тысячи молодых специалистов, які зараз працують у розных кутках Беларуси, близкого и далекого замежа. Наших выпускников очень ждут лечебные учреждения города, области и республики. Существует высокая потребность в специалистах, медицинских сёстрах, фельдшерах, акушерах. И проблемы с трудоустройством нет. Вот уже на протяжении многих лет всех наших выпускников мы распределяем на первое рабочее место. Литерально праздмесец выпускники колледжа приступят до своих профессийных обовязков у розных установок ахого здоровья. Однако многие из их спиняться над засягнутым не сбираются и мают намер удосконаливать свои веды и умения у высшайших научальных установок. Для начала работа в радиационном центре, медицинской сестрой. Присмотреться, оценить всё. Ну, на будущее планируем во врачей перевоплотиться. Им к нене выпускников повышать свой профессионализм наставники колледжа подделяются. И тому на этой непростой профессийной ниве ожидают им только поспехов и перемог. Я хочу им пожелать успехов в жизни, удачи в жизни. Всегда идти только вперёд, невзирая ни на какие препятствия. Оставлять их все позади и всегда двигаться только вперёд. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». Вы бачили, коли-нибудь, як радео-диджей гуляют у волейбол, а телеведучие показывают майстерство Волода Нескакалкой. А у нашей здымочной группы была такая махчимость. Причим не только у якости глядачов, але и у дельников одного из самых весёлых мероприемствов «Бел» телерадио-компании. У Смолявецким районе пройшёл традиционный фестиваль «Пазаэфиром». Восьмый год за пар самые талиновитые и креативные демонструют свои таленты не только у рады и телеэфиры, але и «Пазаим». На некольки дзён команды усих структурных подразделений «Бел» телерадио-компании сбираются разом, как продемонстровать свои творчие и спортивные вздольности. Первая конкурсная задача – оформить свой лагер. Для декору подыходит усё. Некоторые команды створали новоцаправдные мини-городы, а потом рыхтовали программу для их обороны и готовали кулинарные шедевры. Другая задача – стать лепшим на сцене. Тонкие жарты, смелые костюмы, танцы и песни. Не каждый мог бы познать о этих артыстах людей, которые створяют серьезные аналитичные программы, керуются делами, те знакомят с новинами. И конкуренция досягнула велезарных масштабов. Здесь чужие успехи мотивируют. В прошлом году сильными были радио, в этом году подтягиваются регионы. Очень сложно сказать, кто выстрелит на этот раз. Поэтому мы за всех болеем, потому что мы даже не одна большая команда, мы одна большая компания. До речи, про работу забыли не все. Треба было захавать для эфиру паза эфирные подеи. Волейбольные споборниц, например, по накалу эмоций не соступали матчам национального чемпионата. И группы по отрывке могли сопростоять самым вядомым фан-клубам. Частково дякуючих этому, команда телерадой компании «Гомель» в финале сдолила вырвать перемогу у мостного состава агентства телевизийных новин. Аматорам спорту пропоновали яркие перетягивания к анату, где тактыка оказывала больше уплывчим физичная сила. А так само оригинальную эстафету со скакалками, дощечками за место обутку и одными шортами на двоих. После журы подвяло выники усих споборництва и вынесло при суд. Лепшими признаны могили учени. Кубок за второе место отримала телерадио компания «Гомель», которая литерально отвоевала эту преступку педестала у команды «Бреста». Нам приятно, что именно в этом году мы заняли второе место. Было, конечно, сложнее по сравнению с другими командами, но судьба распорядилась именно таким образом, что телерадио компания «Гомель» заняла второе место именно в этом конкурсе. За что мы очень благодарны всем, кто участвовал в этом конкурсе, всей нашей творческой бригаде телерадио компаний и всем, кто помогал нам организовывать поездку на фестиваль. Вольга Вальченко, Дмитрий Родянко, телерадио компания «Гомель». Команда «Гомельская область», как вядомо, заняла третье место в летней программе республиканской спартакияды школьников, которая недавно завершилась в нашем регионе. Свою кладу завоеванне «Гомельщиной» призового места унесли наши батутисты. С поборництвы спартакияды по скачках на батуте собрали спортсменов у всех областей и Минска. У каждой команде по четыре юнаки и стольких девчат. У дельники 99-го года народжения и молодейшие. С поборництвы, як у индивидуальных, так и у синхронных скачках, складаются забавязковые и адвольные программы. Первая – легче, уявляя собой пылный набор базовых элементов, но и у адвольной программы, кто на что сдатный. Второе упражнение – это произвольное упражнение. Там коэффициент трудностей у мастеров не ограничен. Они могут выполнять и двойные, и тройные сальто. Вот, с множеством первоэтов. У кандидатов есть определенные ограничения. У агульнокомандным залику пальму першинства отрымали батутисты Витебщины. На другое место вышла Гродзинская в область. На третьем – Гамельчане. Сяруда собистых досягнений у господа Роспоборництва у другое место Сергея Яцковского у индивидуальных скачках по программе «Майстров спорту». Той же Яцковский у пары с Владиславом Крупниковым стали третьими у синхронных скачках. И третьими у командным залику юнаков разом с Данилом Волынцевым и Кириллом Ларкиным. Так само бронзовый поспех у командным залику девчат меоквартет Гамельчанок у складе Дарьи Исаченко, Юлии Смирновой, Кристины Ковалевой и у Владиславы Закружной. И это был опошний сюжет выпуску. У студии працавала Наталья Игнатенко. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры.